Спонсор данного ролика компания Авиаторг Юг, которая занимается продажей сварочного оборудования, электродов, электроинструмента, абразивной и метизной продукции в Ставропольском, Краснодарском крае и Республике Крым. Ссылка на каталог продукции будет в описании. Всем привет, уважаемые зрители. Для тех, кто давно подписан, это объект не новый, для тех, кто недавно новый. В общем, это Камышовое шоссе. Едем мы от Огурца, от развязки Огурец по Камышовому шоссе в сторону Камышовой бухты. Вот вкратце, в двух словах. В 16-м году был разработан проект и в 17-м начали реконструкцию Камышового шоссе. Раньше это была просто двухполосная дорога. Здесь вот в данном месте выполнили выемку в скальном грунте. Здесь был спуск-подъем. Сделали практически горизонтальный участок. Далее вот тут кольцо на пересечении с улицы Индустриальная. Раньше здесь был просто Т-образный перекресток. Вот мы сейчас подъезжаем к кольцу. У меня целый плейлист есть истории строительства. И там можно зайти посмотреть около 50 видео о том, как строилось Камышовое шоссе. Мы проехали индустриальное кольцо, так называемое. Здесь, в данном месте, раньше располагался железнодорожный туннель под дорогой. Для того, чтобы туннель демонтировать, поскольку ветка была не действующая, здесь несколько раз переносили дорогу. Делали временный объезд. Туннель демонтировали. Далее выполнили насыпь. И вот здесь мы получили вот такую дорогу теперь, 4-полосную. Все Камышовое шоссе освещено. Искусственное освещение. Вот здесь вот у нас разворотная петля. Да. Всего их две. То есть по проекту задумывалось так, что в одной плоскости все это будет. В принципе, оно нормально работает. Не сказал бы, что какие-то затруднения возникают при развороте. Даже при достаточно активном потоке транспорта. Да. Но есть здесь один момент в Камышовом шоссе. Это наличие регулируемых пешеходных переходов. Наземных. В одном уровне с дорогой. Вот, например, один из них. Светофоры включаются кнопкой с тротуара. И пешеходы, им загораться зеленый, машинам красный. Начинают переходить. Вот сейчас мы приближаемся к объекту, который... Их несколько этих объектов. Это будут надземные пешеходные переходы, которые должны поставить точку в этой стройке. Последний штрих, так сказать. Кстати, вот справа здесь, кто смотрел старые видео про Камышовое шоссе, справа здесь строилась заправка. И пока, вот видите, ее нет. Тут расположили, знаете, емкости для сточных вод. Там закапывали их, как лаван. Итак, вот подъезжаем к следующий нерегулируемый, то есть регулируемый наземный переход. Здесь монтируются ограждения с двух сторон. Будут строиться опоры надземного, надземного, точнее, пешеходного перехода. Это первый. Дальше будет второй еще. Вот мы приближаемся к еще одному светофору. Это светофор тоже пешеходный. Вот здесь слева база Севавтодора. Севавтодор достраивал Камышовое шоссе. Был назначен подрядчиком, потому что предыдущий подрядчик не справился. Вот еще одна разворотная петля, кстати говоря. Предыдущий подрядчик не справился из-за того, что, ну, видимо, было низкое качество проекта. И неудовлетворительно были выполнены изыскания. То есть не совпадали характеристики грунта некоторого в некоторых местах. То есть оказывалась скала вместо нормального грунта. Много было неучтенных коммуникаций, о которых никто не знал. Вот тоже рвали кабеля электрические, что только не было. Вот. Все это пока решалось. В общем, подрядчик предыдущий обанкротился и Севавтодор достраивал. Этот объект. Вот только что проехали железнодорожный путепровод над дорогой. Тоже его в прошлом году, нет, позапрошлом году смонтировали. Тоже у меня есть видео на эту тему. Смонтировали, но там именно сами железнодорожные пути пока не это самое, не ставят, не делают. Приближаемся к кольцу Фиолентовскому. Фиолентовское кольцо, потому что оно находится на пересечении Камышового шоссе и Фиолентовского шоссе. Вот это впереди разноцветные дома жилой комплекс акварели, так называемый. И как раз возле них и строят этот надземный переход, второй. Сейчас мы с вами посмотрим. Немного цвета выцвели домов этих. Они сначала были сильно яркие. Вот, в общем, смотрите, заборы слева-справа. Забор все еще оставят. В общем, это второй надземный пешеходный переход. Даже появился экскаватор. И я так чувствую, что скоро надо будет идти снимать это подробно. Но, ну, как подождем, давайте. Пусть они обустроят площадку как следует. Завезут технику, там начнут работать. Мы тогда обязательно придем, поснимаем подробно. Вот это вот кольцо тоже овальной формы. Как этот. Напоминающий огурец. Но мы по нему не поедем. Мы поедем направо. Моя цель была вам показать именно то, что начали работы по надземным пешеходным переходам. Справа торговый центр метро. Слева инженерная школа и спорткомплекс. Тоже недавние объекты. И когда мы снимали Камышово шоссе, мы немного их тоже с воздуха показывали. Ну, когда можно было летать. Сейчас-то уже летать нельзя. Поэтому мы ездим и ходим пешком. Все, что мы можем сейчас себе позволить. В плане съемки. Вот. Ну и, собственно, на этом на сегодня все. Едем, кстати, по улице Шевченко. Тоже недавно капитально отремонтированной. Но ее я не снимал. В общем, на этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. Не забывайте подписываться. И будем следить еще и за надземными пешеходными переходами на Камышовом шоссе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!